Доброго здравия! Снова с вами Северная Сказка! Ставьте лайк, друзья! Подписывайтесь на наш канал. У нас много интересного. А сейчас хочу рассказать о дне Деда Мороза, духа зимы. Наступают зимние праздники, правда? Мороз румянит щеки и веселит. Но чуть зазливаешься, надо скорее бежать тепло, отогревать безумно щеплющие отмороженные носы, щеки, пальцы. Ну, по крайней мере, у нас. Самое время вспомнить духа зимы Деда Мороза. Ведь Мороз, отворник, ученик богини зимы и смерти Марены, вовсе не тот добрый дедушка, который приходит к нашим детям на детсадовские праздники. Древние славянские мифы рисуют нам совсем другой образ. Темный бог со своей сильной магией и непростым характером. Знаете, когда празднуется День Мороза духа зимы? Празднуется 6 декабря. Почему именно в этот день? Думаю, что есть в этом потаенный смысл. 22-24 ноября были дни Марены, повелительницы Нави. Застудила она своим холодным дыханием землю. Спрятались от нее птички и зверушки в гнездах и норках. Прошло 9 дней. Как раз столько, сколько надо, чтобы неясное что-то превратилось в явное и превратилось в новое. И вступает в свои новые права могучий волшебник Нави, бог Мороз. Мы в «Северной сказке» не могли обойти своим вниманием этого великолепного героя славянских мифов. В книге «Трагедия Бугавелеса» есть миф о том, как парень, спасая любимую, пошел в Анафь. Почему эта история вообще случилась и чем закончилась, можно прочитать в книге. Древние славянские мифы повествуют нам о жизни и смерти, о предназначении и случайности и о том, что даже темные боги способны горевать о бедах своих детей и внуков. Этот отрывок из книги «Трагедия Бугавелеса» начинается с того, что у Русина пропала девушка. Да не просто так, а в тот миг, когда он, держа ее на руках, перепрыгнул через купальский костер. Вот и подоспел на эту беду Велес, бог мудрости и магии. И вот, что из этого вышло. «Нет у меня такой привычки, чтобы в чужие дела вмешиваться», — говорил Велес. «Но ты упомянул имя девушки, а я хорошо знаком с ее дедом. И как мне показалось, девушка эта в беде или я ошибаюсь?» Пристально взглянул Велес на Русина. Русин все еще не пришел в себя. «Нет у нее деда, только приемные родители», — буркнул он, отстраняясь. «И вообще, кто ты такой? Ты не из нашей деревни?» «Верно», — ласково отозвался бог мудрости. «Но сейчас мы пойдем с тобой к ее деду, и там ты ясно и по порядку расскажешь, что такое случилось со Снежаной и почему в этом виноват ты. И мне, и деду это очень даже интересно». «Никуда я не пойду», — заупирался парень. «Ну, а где ему было спорить с богом чародейства?» Русиный глазом не успел нагнуть, как очутился перед узорчатой, как бы имием покрытой дверью. Его спутник легонько стукнул дверь и открыл, не дожидаясь ответа. «Заходи, заходи, не стесняйся!» Обратился он к парню и подтолкнул вперед. Тот перешагнул высокий порог и очутился в большой то ли горнице, то ли кухне. Большая печь уютно расположилась в обнимку с палатами, занимая больше половины помещения. В красном углу, как и положено, стоял большой стол вокруг лавки и скамьи. А за столом сидел самый необыкновенный дед из всех виденных Русиным дедов. В полушубке, отделанном серебристым мехом, в теплой меховой шапке и, самое неожиданное, в рукавицах. «Это посредине лета да в рукавицах!» — мелькнула мысль, и тут же пропала, когда парень увидел глаза старика. Столько в них было боли и столько гнева, обращенного именно на него, на Русина, что тот невольно отступил к двери. А хозяин вдруг сдернул с руки рукавицу. В избе резко похолодало, стены заледенели, выступили морозные узоры, а парень почувствует, как индивить тело. Но его спутник шагнул вперед и загородил Русина. «Подожди, мороз, надень голицу. Парень, может быть, не так уж и виноват. Вижу, ты уже знаешь о Снежане?» «Да, знаю. Птицы страшную весть принесли. Я говорил ей, просил, предупреждал близко к кострам не подходить, а не ту, чтобы прыгать, а все, этот...» И он стал стягивать рукавицу уже с другой руки, явно собираясь закончить начатое. Виллис остановил хозяина горницы. «Подожди, мороз, надень рукавицы. Не хитрое дело на смерть заморозить. Но не пожалеть бы потом. Парень-то ничего не знал, не ведал. Девочка, видать, тоже толком не знала, почему это опасно. Давайте сядем, и ты по порядку расскажешь, как все началось, почему внучка пострадала. «Так это же мороз! Вот кто дед у Снежаны!» — понял Русин. Хозяин, не хотя согласился, но продолжал бросать ледяные взгляды на парня, хотя рукавицы надел. Гости расположились за столом. Парень предусмотрительно уселся, чтобы можно было спрятаться подальше от разгневанного хозяина. И только тут рассмотрел своего неожиданного спутника. Это оказался мужчина средних лет, богатырского сложения, статный и красивый. Темные волосы ниже плеч, голову держит гордо, а взгляд задумчивый, скорее даже печальный. В лицо собеседнику смотрит внимательно, оценивающе, но по всему, видно, привык, чтобы считались с его словами. Вот и хозяин теперь обращался только к старшему гостю и, рассказывая, смотрел только на него. «Ты помнишь, Велес, какой был переполох, когда моя дочь Метелица и сын с тревогом молодой, летний ветер, погода, решили пожениться?» «Так это сам Велес, бог трех миров!» — пронзила догадка Русина. «Ничего себе!» А хозяин тем временем продолжал рассказ. Против был Вий, против и Сварог, да и Рот, по слухам, был не в восторге. И не потому, что погода была светлым богом, а Метелица из темных. Дело было не в этом. Боги-тварцы понимали, что влюбленные по своей природе и характерам совершенно не подходят друг другу. Он яркий, чернобровый, глаза сверкают, характер переменчивый, непостоянный. От него так и веяло жаром летнего путья. Она белоснежная, голубоглазая красавица, коса золотая, по полу стелется, но своенравная и уросливая, как молодая кобылка. Строптивая, вся в движении, каждый шаг, как быстрый танец. Но старшие, запретив им даже встречаться, а не только вступать в брак, видно, забыли свою молодость, когда желание было выше всяких авторитетов. Эх, случилось то, что случилось. Влюбленные бежали в теплые края, где властвовала погода. Может быть, первое время они и были счастливы. Но переменчивый юноша быстро повернулся в другую сторону, отправил метелицу с новорожденной дочкой назад к отцу. И вот однажды ко мне вернулась дочь. Но куда девались ее красота, ее задоры, веселья? А я увидел иссохшую, почерневшую от горя женщину, не вынесшую жизненных испытаний и жаждущую мести. Но гнев и месть ее были направлены не на мужа. Она по-прежнему обожала его. А жертвой ярости оказалась дочь, снежана. Так я стал называть девочку. В помутневшем рассудке метелицы все смешалось. Она решила, что муж разлюбил ее из-за рождения дочери. И она наложила на эту кошку страшное заклятие, запрещавшее ей любить. Как только девушка полюбит парня и прыгнет с ним через купальский костер, то тут же уйдет вновь. «Лучше пусть она умрет, чем потом пострадает от любви», сказала безумная мать. Метелица и сама не хотела жить, нелюбимой. Она пробыла с нами еще немного, а потом тихо ушла туда, откуда даже боги не всегда возвращаются. «А девочка?» Осмелился спросить Русин. Девочку я не оставил у себя. Я положил ее в колыбель, отнес к бездетным бабалям, взял с них слово, что они никому не расскажут, кто принес им девочку по имени Снежана. Но когда внучка подросла, я открылся ей, рассказал о судьбе несчастной матери и предупредил, что прыгать через костер опасно. Но не сказал, насколько опасно. Жестко добавил Виллис. «Да, не объяснил. В душе я не верил в это заклятие. Метелица никогда не была сильна в чародействии». «Ты не учел, Морозко, силы материнского проклятия. Но что толку сейчас говорить, в камень стрелять, только стрелы терять?» «Эх!» — Русин с силой ударил кулаками об стол. «Если бы я это знал раньше, разве позволил бы я моей Снежинке близко подходить к костру? Да я вообще никакому огню бы ее не подпускал. Я бы все делал для любимой. Почему? Почему боги разрешили ей уйти в Навьь? Зачем исполнили заклятие? Ведь она так мало жила!» Его горе смягчило деда Снежана. Видна судьба у нее такая, что макошь завязала человеку не развязать. Печально и обреченно произнес Мороз. — А что бы ты мог сейчас сделать для нее? — задал парню непростой вопрос Велес. — Да я, да я бы с судьбой с ней поменялся, сам бы ушел в Навь, лишь бы она осталась жива. — Это не так просто, — возразил Велес. — Жизнь за жизнь, но с разрешения богов Нави. — И для этого нужно сначала попасть туда. — А как это сделать? Ведь вы оба боги, значит, знаете. — Знать-то знаем. Но как бы ты ни пожалел о своем решении, ты-то тоже еще мало пожил, чтобы добровольно в Навь стремиться. — Это Мороз, поверивший в силу любви Русина, стал отговаривать его от такого решения. — Ради моей снежиночки я готов на все, даже навеки остаться в Наве, — твердо возразил тот. — Ну а что? — повеселел Мороз. Его поманила надежда снова обрести внучку, а ведь были уже такие случаи. Отпускали обоих. — Да заканчивались они плохо, — охладил всех Велес. — Но лучше попытаться сделать, да потерпеть неудачу, чем потом всю жизнь мучиться от мысли, что мог помочь, да струсил, — угрюмо заметил Русин. — Твоя правда, — согласились оба. — Парня одного нельзя отпускать, да и не пропустят его, я с ним пойду, — заявил Мороз. — Спорить не будем, иду я, — спокойно объяснил Велес. Друзья, древние славянские мифы удивительно поэтичны и жизненны. Как отголосок этой древней легенды мы видим нынче появление Деда Мороза и внучки на зимних праздниках. Праздник Зимнего Яра 6 декабря — хороший повод припомнить давние истории и заново оценить происходящее теперь. Встретим Марину Зиму до Мороза теплом семейного очага. Вот и обернутся они нам своей лучшей стороной, сделают нашу зиму богатой на смех, шутливые снежки и румяные щечки. С началом хорошего времени года! Понравился рассказ? Друзья, тогда не забудьте поставить лайк и подписаться. Это помогает нашему каналу продвигаться, а хорошим людям узнавать больше о преданиях нашего народа. На благо, друзья!